Значит, что установило издание «Медуза»? Что российским пропагандистам поручили называть Путина мировым лидером, никак иначе, и говорить о панике Запада при освещении саммита БРИКС. В первую очередь пропагандистам рекомендуют указать, что Владимир Путин стал неофициальным лидером мирового большинства, а попытки изолировать Россию из-за войны в Украине провалились. Ну, а тут почему бы в последнем предложении нам и не согласиться, потому что он действительно рукопожатный. В то время как Института изучения войны многие альтернативные эксперты не с русским происхождением говорят, что Кремль не заручился поддержкой, на которую рассчитывал, и фактически в Институте изучения войны указывают на некий даже провал в отношении саммита БРИКС и особый сигнал от Китая. Си Цзиньпинь приехал и сказал о том, что нужно урегулировать войну или конфликт. Нет никакого подписания документов, никаких коммерческих или финансовых сделок. То есть, по сути, это попи поговорить. Долго, много поговорить и провести некое мероприятие. Российская пропаганда сегодня единственную статистику, которая выпустила. Это, значит, там 3 часа 25 минут длилось заседание, там, где главенствовал Путин. 26 участников выступали. Вот и все итоги. Но это то, как видится мне со стороны, ну и Института изучения войны. Что, Марк, вы увидели за этим собранием в Казани? В общем, чем увенчался БРИКС для Путина? Смотрите. Они не будут сожалеть, что они там SWIFT не создали, какую-то валюту БРИКС не ввели. Честно говоря, для них это не главное. Все-таки они удовлетворены проведением саммита БРИКС в Казани по нескольким причинам. Я имею в виду Путин, Кремль и в целом. Ну, действительно, они справились внешне, внешне, публично, с изоляцией. Потому что картинка возникает, где не только приезжают МОДИ, я не знаю, в Си Цзиньпин, но и ГУТЕРШ приезжает. Понятно, что себя этот ГУТЕРШ представляет. Это чудо-юдо, понимаете, корруппированное, которое представляет никого. Организацию ООН надо разогнать с саными тряпками. Это мы много раз говорили, я не хочу даже повторять. Я их и филателистами, и кем угодно называл, но это мне не важно. Они после Монголии, кстати, сегодня прозвучало о том, что Монголию вообще-то надо выпинывать. Как я и говорил, из юрисдикции Международного уголовного суда. Ну, что очевидно, поскольку они нарушили взятые на себя обязательства. И таким образом нельзя простить этого, потому что действительно надо выгонять. Я думаю, что скорее их выгонят. Потому что если оставить как есть, то тогда и другие скажут. Ну, слушайте, ну, а погодите, а почему нам надо исполнять ордер? Если вот этим можно, то Бразилия зачем исполнять ордер? Что они от этого потеряют? Что потеряют участники? Монголия, да. Что потеряют от этого Монголия? Смотрите, если, ну, вот ремаркой говорить. Все-таки они же тоже идут в этот Международный уголовный суд. Ну, как, ребята побежали, и я побежал, понимаете? То есть там все цивилизованные страны, а Монголия претендует на то, чтобы иметь ништяки. И от Америки, Америка очень сильно протекционирует сейчас Алан-Батору. Ты должен соответствовать, ты должен входить во все такие институты для того, чтобы показывать, что ты хочешь интегрироваться, ты хочешь соответствовать. Ну, а, соответственно, за этим следует и экономическая помощь, и какие-то, знаете, обменные процессы. И там студентов возят, и инвестиции, и технологии, и так далее. То есть ты должен, есть определенный стандарт, который ты должен соответствовать. Если ты ему не соответствуешь, то, ну, ты как остаешься посередине, понимаете, таким субмаргинальным. Если ее выпрут вот так торжественно за то, что они военного преступника не арестовали, хотя обязаны были, но могли просто отменить его визит, сказать, слушайте, мы бы рады принять твою лидературу, но ты же понимаешь, мы вот тут состоим в Международном уголовном суде, и ты к нам не приезжай, не надо. Они этого не сделали, потому что они хотят сосать отовсюду, понимаете, по девятую усиленно, как писал Довлатов в своем произведении, значит, и так далее. Ну, не будем. Вот. А так не бывает. Времена есть такие, когда надо определяться. Либо вы инвестиции с Запада, либо уж тогда, друзья дорогие, мюхайтесь с Москвой под хвоста, как говорится, и, пожалуйста, оттуда получайте все ништяки в виде нефти, газа. Что они там объясняли, почему они этого не могут сделать? Это уже неинтересно. И, конечно, такой выгон Монголии из состава Международного уголовного суда, из договорного суда, значит, из римского статута и отовсюду, поведет за собой, безусловно, последствия. Безусловно. То есть им будет тяжелее пытаться изображать из себя цивилизованный, развивающийся демократический социализм, по-моему, такой, знаете, полусоциализм. Но демократический. Выборы президента свободные, там, и других органов более или менее. Хотя это все степное такое. Вот. Это будет очень тяжело делать. Так вот, возвращаясь к тому. Путин сначала туда съедет, потом в Туркменистан, который не ратифицировал Римский статут, но все-таки участвует в его дикции Международного уголовного суда. И потом, как венец, но промежуточный итог, вдруг проводит такой саммит, куда все едут. Ну, кроме бразильского этого мудака. Лулу, Шмулу и так далее, который якобы там где-то в ванной повредился. Я думаю, он ничего не повредился, но ему, может, сказали, слышь, ну ты как бы туда или сюда. И чувачок понял, учитывая, что его за коррупцию, за ноздри уже притягивали, что лучше до такой степени не доводить. Кстати, Путин уже заявил о том, что на саммит 20-ки не едет. Я, кстати, об этом говорю. Почему? Не потому, что его Бразилия выдаст. Она, может, и выдала, не выдала. Они могли продолжать переговоры. А потому, что лететь через океан, понимаете? А над океаном ракеты летают, знаете, совершенно неожиданным образом. Поэтому Путин в такие дальние расстояния не пускается. Вот ко мне, говорит, приезжать. И к нему приезжают. Приезжают и те, и другие, и третьи. Они не могли договориться. Безусловно, Китаю не нужно показывать, что он сближается. Хотя бы на словах. Потому что это нести ответственность за Москву. Если через БРИКС вы вместе, ребята дорогие, тогда нести ответственность за все, что Москва делает. Китай этого не хочет. Даже если Китай провоцирует Пхеньян, или там закрывает глаза на отправку военнослужащих, говорят уже... Буданов уже заявил, что они уже в Курской области. Ну, думаю, скорее всего, оно так и есть. И скоро они на фронте появятся. Северокорейцы тут говорили, а их готовить. Никто их сильно готовить не будет. Не для этого привозили. Это тестовый режим. Они сейчас побывают там. Их посмотрим, как они воюют. Потому что, а вдруг они себе побегут в плен сдаваться. Понимаете? Тут массовый вопрос. Но так или иначе, Китай не хочет публично, во всяком случае, брать на себя ответственность за Москву. Приехавший Гутерр, он же тоже заявил, ой, вот мы даже семья народа во всем мире. Он говорит, а, ну, все, мне говорят, разволки бывают. Причем какие? Вы о чем говорите? Вы должны были ему сказать, слышь, ты, прекращай войну, ты что делаешь? Ты людей переубивал уже под миллион. Тебе все мало, что ли? Понимаете? С ним надо разговаривать ультиматумами. А не вот так, знаете, пожрал там что-то его, встретил этого Гутерр и он там, пошел что-то там прогундел, чтобы приехать. Нет, нет, а я вот пытался использовать саммит Брикс для того, чтобы довести позицию Генеральной Ассамблеи, ООН в целом, о том, что войну надо прекращать. Что, прекратил, что ли, войну? Что, приехал? Какой эффект? Ты уехал, война продолжается, а Путин и Кремль будут безусловно использовать эту ситуацию. Говорят, ну слушай, если мы Брикс можем в Казани провести, так что бы нам саммит-двадцатки у себя не провести? Нас оттуда никто не исключал. А что бы нам и у себя не принять кого-нибудь? Это мы решаем, в каком объеме и как иметь дипломатические отношения. Не Запад определяет не первый мир, а мы. Разумеется, это все профанирование, но оно производит впечатление. На это смотрят страны Африки, на это смотрят страны Азии, глобальный юг, низ карты, как мы говорим. И говорят, ну слушайте, но если никто не может с ними справиться, так может быть и на обу стороне не стоять, и не изображать ничего. До горя оно все синим пламенем. И с этой точки зрения, с публичным, безусловно, Москва свое выкружена. Никаким мировым лидером он от этого не стал. По методичке, которую я публиковал в Медузе. Разумеется, конечно, Запад, если боится, он другого боится, а никак не усиление дипломатического контроля или отсутствие изоляции в Москве. Он не этого боится, он другого боится. Еще более конкретно. Но сам факт остается, что... А как Запад этому попротиводействует? Мне просто интересно. Вот что он сделал? Он, например, мог сделать... Да, вы можете ехать на этот саммит Брикс в Казань, но мы не можем запретить. Но мы сделаем выводы и подумаем о вторичных санкциях, на тех, кто туда поехал. Вот моде. А Индия сейчас в значительной степени ее националистическое правительство зависит от Соединенных Штатов. Могли ли с ним поговорить? Слушай, Нарендра, это все, конечно, хорошо. Но так дела не делаются. Ты либо туда, либо сюда. Давай определяйся. Ой, я поеду, я заявлю о том, что мы против войны и всего остального. Ну, ты из дома, это заявиток. Не надо в Казань ехать. Ну, так ведь дела решаются. Ты можешь поехать. Никто тебе ничего не сделает. Но мы сделаем свои выводы и начнем действовать, сообразуясь с этим. То есть на попытки объединения там Запад консолидации ведь не отвечает. На Западе мы не знаем 5 ноября, что будет. Придут к власти одни или другие абсолютно взаимоисключающие группы. Ну, две Америки. Одна говорит, надо изолироваться и вообще не помогать. И горя на синим пламя Европы, до нас не доплывут, мы остров. Вторая группа говорит, слушайте, нет, мы не можем снять с себя ответственность за мир. Но главное в этом мире это разоружение и глобальные вопросы потепления, декарбонизации и всего остального. Вы вообще нормальные тоже вообще? Что те, что другие. У вас война бушует? У вас уже за 3-9 земель везут северокорейцев, чтобы они убивали на другом конце света. Это полупланета будет перемещаться в разные места, чтобы убивать друг друга, что ли? Вы вообще понимаете, куда последствия эти ведут? А как вы тогда представляете мировую войну? Мировая война-то и есть два плюс или два больше, понимаете? Когда стран уже не две, а больше вовлечено в выяснение отношений, в войну. Причем те, которые вообще интересы которых никак не задеваются. А как задевается интересы Северной Кореи в Украине? Пусть кто-нибудь не объяснит. Или в Курской области. Да какая разница? Но если так возможно, если так можно, то тогда люди будут летать сразу в конце концов планеты, убивать других планет людей. Понимаете? Планеты людей. Но это и есть мировая война. Это, а какие? Она соответствует полностью всем этим параметрам. А что сделал Запад, чтобы это предотвратить? Кто-то скажет, а что можно сделать? Это страна изгоя. Северная Корея что хочет, то и делает. Да. А у вас там оружие есть. А вы можете забомбить. А у вас есть Южная Корея. Мы давно уже сто раз могли покончить с режимом династии Кимов. Сто раз могли покончить. Все это сказки. Ой, у них ядерное оружие, мы не можем. Все вы можете. Все вы можете. Но вот вы оставили. Вы ничего не делали. Вы довели до этого. А теперь думаете, как справиться с этими последствиями. А никак. Потому что притягивается подобное к подобному. Они разрастаются, эти оси зла. Понимаете? Завтра иранцы поедут воевать в Украину. Ну а что, если хорошо заплатят, то и атомную бомбу. Пусть скажут, вот вам атомную бомбу, привезите мне к Сире 30-40 тысяч. Они и так в Сирии вместе воюют. И к Сире, и ЧВК-вагнеры, и российские военнослужащие, и так далее. А что такого? Переместиться чуть севернее. Ну и что? Ну вот в этом беда. Беда не в усилении Кремля за счет этих саммитов Бринс. Беда в слабости Запада, что он ничем не отвечает. Понимаете? Конечно, они ни о чем не договорятся. Слушай, а что от России? От России только ресурс можно взять. Россия ничем не располагает. У нее нет технологий, у нее нет науки, у нее нет производства. От нее инвестиции кривые все. Понимаете? Ну вот. И поэтому на самом деле Кремль этот саммит проводил. Не для того, чтобы единую альтернативную систему SWIFT создать. Да не для этого. А для того, чтобы показать. Мы не в изоляции. Мы что хотим, то и делаем. Мы кому скажем, те и приедут. Все к нам в Казани или там в Мухосранск. Все приедут. И они этой задачи достигли. Для этого даже не надо давать методичку пропагандиста. Я бы все-таки вернулась на пять минут к Гутель, что вы правы. Мы много с вами говорили о том, что в принципе ООН это уже мертвая организация, которая ни на что не влияет. Но уж поскольку он занимает свою должность и там под одной крышей собирается множество стран, пережить то, что он оказался в России, все-таки невозможно. Вы прекрасно знаете количество, ну не точное, а просто сам факт того, сколько военнопленных находится на территории Российской Федерации. Это и гражданские, и военные. Это дети, это женщины, это абсолютно все. Где бы они ни находились, кто бы это ни был, они все проходят через пытки. Недавно в российской тюрьме была убита молодая девушка, журналистка, моя коллега, 28 летняя, точно так же проходя через пытки и издевательства. Вы знаете, какими возвращают нам наши... Я ее знал, кстати, Рущину. Я тоже знал ее. Вы знаете, какими возвращают наших военнопленных, когда, ну, это борозд кожи и кости. И при этом эта тварь последняя едет и жрет кровай. Первая, конечно, самая популярная шутка в украинских, по крайней мере, соцсетях, это о том, не боялся ли он новичка. Как бы этим тоже славится Россия. И тут история в том, что, знаете, есть эксперты, которые говорят, вы должны без эмоций, очень трезво, рационально смотреть на ситуацию. Вот смотрите, Моди был в Москве, вы его притянули в Киев, это правильно, вот пускай вот как-то так. И Гутерриш съездил в Казань, соответственно, нужно, что он там покаяться или просто приехал в Киев. А нужно ли это или Гутерриш теперь должен стать фактически не рукопожатным? Я не знаю, как это может произойти, потому что он все-таки возглавляет эту организацию. Но, тем не менее, Израиль берет и говорит, до свидания, ты больше к нам никогда не приедешь. А вот смотрите, я такой вопрос просто... Ну, понятно, что ему что этими заниматься, волнопленными и так далее. А вы знаете, а я такой вопрос задал, а что он не приехал-то под Люцерну в Швейцарию на саммит мира, когда его приглашали в Еленске? То есть это не солидное мероприятие, это все не то? Ну, мир же как бы, вот предлагали, ну ты приедешь, что-то... А к этому он на полусогнику бежит. Ну, у меня простой вопрос. Ну, ладно бы ты тут приехал, там приехал. И к этим... Ну, хотя бы мог говорить, ну я пытаюсь, я как челнок бегаю, пытаюсь, так сказать, чего-то. Нет, они не приехали. А почему не приехали? Москва возражала. Москва сказала, а мы не поедем. Китай сказал, не поедем. Ну, этот мелкий, значит, каравайщик, значит, решил, ну а что дразниться-то? Нет, простя, запад-то он цивилизованный. Они ведь почему на Израиль-то наезжали? Не проще напрыгивать на фоне. Вот что вы говорите, что мы вот не пытаемся там защищать? А вот мы вот бедные несчастные сектор газа защищаем. Понимаете? А ты иди, позащищай украинцев. Ну, с такой же рвением. Вот просто секстраполируйте вот то, как они, значит, ведут себя по отношению к Израилю и ее агрессии, там, и военщине и так далее. Но Украину. Вот представьте, он бы вот такие же выражения отпускал в отношении Москвы. Вы можете себе это представить? Чтобы Гутиерыш говорил, вот это кладбище детей там, Украина. А что, ну не кладбище детей? Ну и так далее. Нет, он такого не говорит. А почему? А потому что проще отпрыгиваться на цивилизованных. Они же все простят, все поймут. Осознают. Но они же цивилизованные. Они же не будут себя вести, как Хамас или как Москва. Поэтому с ними проще. Понимаете? Проще с ними. Потому что ты можешь без последствий для себя вести себя самым наглым образом. Разумеется. Он не сам по себе это Гутиерыш. Но он на него без слез не взглянешь. Это ООН такая. Понимаете? Это организация. Вот кто-то скажет. Вот что ты наезжаешь? Пускай. Я вам сейчас расскажу. Я в ООН много раз бывал. Когда защищал украинских политзаключенных. Вот знаете, у них там была Саманта Павловича. Представитель Соединенных Штатов ООН. Такая совершенно мягко говоря. Был я у нее с матерью Савченко в свое время. И сестра Павловича. Мы были в Америке. Она и тогда мне эта организация казалась дикой. А потом мы вышли от нее. И я услышал интервью. И она говорит, что она с Чурхиным. Просто личные друзья. Домами дружат. Ну, скажите. Мне как человек, который наблюдал за российскими тюрьмами. Был адвокатом политическим. Кого это было все наблюдать? А это ведь не самые худшие люди. И Саманта Павлович. Ну, там и другим представителям я встречался. Там Литвы и так далее. Ну, ходить по всему покрою. И все дела, которые я вел. Я как бы в Нью-Йорк заскакивал. Был так. А в это время в ООН, так сказать, развивались всякого рода дела. Там типа нефть в обмен на продовольствие. Торговали вот этими. Знаете, был такой бизнес. Торговали выбросами. Выбросами вот этими вредными. Там они создали. И такой целый рынок создали. Коррумпированные. И так далее. Толку никакого. Во всяком случае, в 21 веке ООН превратилась в совершенно бесполезный институт. И Гутеррош очень соответствует этой бесполезности. Все. За время двух с половиной лет войны их достижение это... А мы, говорит, зерновую сделку, которая все равно потом провалилась. Через полгода мы ее не перезаключали. Были посредниками наряду в Турции. Все. Все. А где же задачи организации объединенных наций по предотвращению конфликтов устройства общежития мирного безопасности. Он же вот сейчас говорил, сидя там, бумажку уткнулся, что там читал, что уважение и суверенитет, международное право. Так ты же, ты назови Путина, что это ты. Я вот к тебе приехал сказать. Это ты подрываешь основы того самого суверенитета, территориальной целостности, международного права, международной безопасности. Это ты должен быть изгнан оттуда, из этой организации. Ищи постоянно все обстоят безопасность. А что ты про какое-то абстрактное говоришь уважение международного права? Так Путин он спиорирует. Он скажет, а мы уважаем международное право. И давайте вот в эту дурочку играть бесконечно. И он в нее играет, потому что это выгодно. Почему? А все просто взносы, деньги, аккумулирование, помощь сектору газа. На-на-на, тебе, тебе, мне, как... А Козлевичу поговорил Панековский. А этот, Шур Балаганов, извините. Вот и все. Ни для каких других целей ООН не существует. Все приросты. А вот вспомните, Всемирная организация здравоохранения, что далеко ходить. В период пандемии. Как она наживалась. Красный Крест. Я в нем бывал. Кстати, американская более действенная его часть. Я там бывал. По квартире. Международного Красного Креста. По поводу всяких заключенных, политзаключенных. Военнопленных разговаривал. Ну, ничего. Ничего. Это вот организация. ЮНЕСК такая же Шарага. Шарашкина контора. ЮНЕСК. Такие же бабки. Все там. Москва руководит вверх. Болгарка там какая-то была руководительница. Поэтому, на самом деле, я полагаю, что лучшим ответом на существование, в принципе, ООН, это было бы ее распуск. Ну, как Лига наций, когда-то сам ликвидировался, так и создание, собственно, странами цивилизованного своего ООН. Другого пути нет. И огораживание. Понимаете? Металлический забор ото всех остальных. Вот это да. И причем предупреждение. А у нас это ядерное оружие. Попробуйте полезть. Мы вас всех закидаем бомбами. У нас, в нашей части, в золотом миллиарде все хорошо. А что с вами будет? Наплевать. Наплевать. Это единственный способ. Рассказывали свидетели. Вы знаете, что Красный Крест собирает донаты по всему миру для того, чтобы помочь в Украине. И вот, значит, там представители Красного Креста, особенно в начале полномасштабной войны, когда происходила большая эвакуация в западные регионы Украины, любила там просто где-то во Львове попивать просекку и не заниматься своей работой. То есть на сегодняшний день неясно, кому, где они помогают. Мы знаем, что они так и не попали к нашим военнопленным. Мы знаем, что... И Леновки. Помните историю Леновки? Соответственно, это, конечно, большой вопрос того, зачем действительно эти организации существуют. Я извините, перебиваю. А вы знаете, что со всех этих сборов там больше 70-80, а то и 90% идет на содержание аппарата этих организаций. Понимаете? Они даже публично это публикуют. Ну, а как вы хотите? Люди работают. Мы же тоже, мы часть процесса помощи, потому что мы его чиновники, мы сотрудники этого аппарата. Вот и все. Просто чтобы люди никто не питал, когда там на красный крест задают. Продолжение следует...